Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Мы уже сделали подробные обзоры двух «пятёрок» BMW E39 и E60. А теперь настало время рассказать о более свежей F10. Встречаем! Итак, фанаты BMW считают старые поколения «пятёрок» последними. E39 была последней, а E60 – не настоящей и не каноничной. Только лишь потом E60 была зачислена в разряд классики и легенд, а F10 пришлась по вкусу не всем фанатам BMW. Зато те, кто видит в «пятёрке» солидный автомобиль, остались полностью довольны. В этой машине появилось больше комфорта и технологий, но она осталась драйверовской. Среди всех премиальных немецких марок BMW всё-таки автомобиль для водителя. А как же у неё дела с надёжностью? Противники немецких автомобилей испытывают шок, потому что F10 стала в разы менее капризной, чем предшественники. Годами эти машины ездят на СТО просто для регулярного обслуживания и в ней немного откровенно слабых мест. Но надо обязательно посещать специализированные СТО, чтобы не нарваться на дорогостоящий ремонт в будущем. Это не значит, что BMW F10 можно покупать на последние деньги, имея в резерве только масло и фильтр. Как бы не так, потому что многие запчасти дорогие. Техобслуживание тоже дорого, особенно если это касается большого ТВ-двигателя или, например, полного привода. Кстати, много запчастей для F10 предлагают авторасборки. На складе компании «АвтоСтронг» более 1700 запчастей для этого автомобиля. Обзор мы начнём с интересной моторной гаммы. Поехали! На BMW F10 устанавливались четырёх- и шестицилиндровые турбодизели. Это все моторы одного семейства, которые с годами эволюционировали и модернизировали. Итак, двигатели N47 и N57, а также появившийся после рестайлинга мотор B47. Это приблизительно одинаковые моторы. У них легкосплавный блок цилиндров, привод ГРЭМ со стороны маховика, топливная система Bosch с электромагнитными или пьезофорсунками – это ресурсные моторы и надёжные. Они практически не потеют маслом, но раз в 100 000 км надо чистить впускной коллектор от сажи и масла. Вихревые заслонки уже не угрожают жизни мотора, но их общая ось может прогрызть дыры между соседними каналами. Привод ГРЭМ не вечный, надо менять две цепи, их направляющие и натяжители. Раз в 200 000 км надо обновить мембрану системы вентиляции картерных газов из-за того, что во впуске турбодизеля скапливается много масла. Все эти моторы объединяет проблему с охладителем EGR. Охладитель EGR меняли по гарантии по всему миру. Дело в том, что охладитель трескался и некоторая часть антифриза попадала во впускной коллектор. Смесь глюколя с сажей и маслом при определенных условиях воспламенялась. Сотни этих автомобилей сгорели, а у многих расплавился впускной коллектор. Компания BMW меняла впускной коллектор по гарантии. А теперь поговорим об особенностях каждого турбодизеля F10. Базовый турбодизель 2-литровый N47N. При чистке впускного коллектора можно легко и дешево заменить все вихревые заслонки. Вы не поверите, их стоимость всего лишь 110 долларов за оригинал. Цепи ГРМ менее ресурсные, чем на моторе N57. К ним надо прислушиваться каждые 200 000 км. На рубеже 150 000 км может попроситься на замену демпферный шкив коленвала. В нём рвётся резиновая обойма. Цена демпферного шкива от 280 до 350 долларов за заменитель и за оригинал соответственно. На модель 525D с лета 2011 года устанавливали битурбированный двигатель N47S. Он оснащён малоинерционным турбокомпрессором с изменяемой геометрией, а также оснащён турбокомпрессором побольше, который с перепускной заслонкой. Этот бутерброд из турбин навряд ли навредил надёжности мотора. Но этот мотор оснащён пьезофорсунками, которые ходят примерно 200 000 км и выходят из строя из-за усталости пьезоэлемента. По заводской технологии они не ремонтируются. Новая форсунка стоит $320. Эти форсунки устанавливались на модернизированный двигатель на версии 535D мощностью 313 л.с. На первых версиях F10 525D встречаются моторы N57. Такой же мотор, но увеличенной мощности получила версия 530D. Эти моторы оснащены электромагнитными форсунками, которые можно отремонтировать и купить новыми. Цена одной – $220. Кстати, на этом автомобиле мотор N57. Если вихревые заслонки стали проблемой в этом двигателе, то задёшево их не поменять, потому что они идут в сборе с массивным элементом впускного коллектора. Цена – $1000. Поэтому заслонки удаляют и глушат отверстия для их общей оси. Деферный шкив коленвала обойдётся от $220 до $400. Цепи ГРМ ходят не менее 250 000 км. Модель 535D в первые два с половиной года выпуска оснащалась моторами N57S мощностью 299 л.с. Любопытная особенность этого мотора в конструкции вихревых заслонок. Они сделаны сферическими, то есть представляют из себя два круглых диска, которые соединены крест-накрест. Такая конструкция позволяет оторвавшейся заслонке не улетать под клапан, а застревать во впускном канале. При износе вихревых заслонок их приходится глушить. Неоригинальных комплектов хватает. Летом 2010 года версию 535D освежили новым мотором N57Z мощностью 313 л.с. У этого мотора плоские вихревые заслонки, которые дешевле удалить и заглушить, чем поменять на новые. У обоих моторов для версии 535D одинаковые ТНВД, форсунки и пару турбокомпрессоров. Малый с изменяемой геометрией, а который побольше с перепускной заслонкой. Эти моторы обладают хорошим ресурсом, но, как мы уже говорили, у них слабеет ТНВД менее ресурсный. Его вал стругает стружку, которая разносится по всей топливной системе. История со стружкой начинается, если владелец заправит автомобиль некачественным топливом, либо же топливная система завоздушится. На вершине дизельной гаммы модель M550DX. Под её капотом установлены три турбодизель N57X, который надут тремя турбинами. Двумя – малыми с изменяемой геометрией и одной – побольше с перепускной заслонкой. Впускной коллектор у этого двигателя легкосплавный, а заслонки – пластиковые. У этого двигателя уникальная ГБЦ с увеличенным до предела диаметром клапанов. Тарелки впускных клапанов стали больше на 2 мм. ГБЦ стала слабее, она очень часто трескается между клапанами. В 2014 году на F10 появился двигатель B47. Это модернизированный N47 с другим навесным оборудованием и с облегчённой цилиндропоршневой группой. Компрессионные кольца уменьшили в высоту до 1,5 мм. Поршни стали короче. Мощность и экологичность возросли. Ресурс привода ГРМ не изменился. Комплект цепей аналогичен мотору N47. Этот мотор успел поучаствовать в отзывной кампании по замене клапана EGR. В целом турбодизели для BMW F10 – отличный выбор. Да, цепи ГРМ и близко не выхаживают 500 тысяч километров. Да и требуют двигатели фирменного обслуживания. Но по-любому с ними меньше хлопот, чем с бензиновыми. Пятёрка F10 донашивала старые бензиновые двигатели и постепенно переходила на турбированные. Рестайлинговая F10 ездила уже только на турбомоторах. Да что там говорить, если в M5 самой топовой версии заменили атмосферный V10 на битурбированный V8. Для начала попытаемся компактно рассказать про общие особенности и болячки бензиновых двигателей для F10. Все моторы горячие, поэтому к пробегу в 100 тысяч километров они начинали течь маслом по всевозможным уплотнениям. Сопливая клапанная крышка и поддон, запотевший стакан масляного фильтра и теплообменник, а также масло в колодцах для свечей зажигания и также в колодцах для форсунок непосредственного впрыска. Это норма. На всех рядных моторах в клапанных крышках появился мембранный клапан системы вентиляции картерных газов. Трещина в мембране приводит к хорошо известным проблемам с подсосом воздуха. А вот если мембранный клапан и система ВКГ засорились, то двигатель будет больше потеть маслом и начнёт расходовать его через впуск. Также рядные бензиновые шестёрки с периодичностью в 150 тысяч километров нуждаются в замене дорогой электронной помпы. При выходе из строя этой помпы возникают ошибки, которые указывают на перегрев двигателя. Эксплуатация автомобиля в этом случае крайне нежелательна. 400 долларов за оригинал, 300 долларов за хороший заменитель для моторов N52 и N53 и ещё плюс сотку для мотора N55. Говорят, что в помпе выходит из строя резистор. Его замена проблему решает. Самые первые F10 оснащались двигателями N52 в модификациях 525i и 528i. Эти моторы, особенно 2,5-литровые, склонны к жору масла на угар прямо с завода. Также эти моторы оснащены не особо надёжными соленоидами системы Vanos. При экономии на моторном масле этот двигатель огорчит износом привода ValveTronic, также цоканем гидрокомпенсаторов и в самых запущенных случаях задирами на шейках выпускного распредвала. Его вакуумный насос постоянно подтекает, а оторвавшаяся заслонка системы DISS может довести мотор до капремонта. В сущности, это неплохой двигатель. Если вам чужды турбомоторы, то это единственная классическая «шестёрка» под капотом F10, также обладающая довольно бархатным голосом. Младшим двигателем для F10 стала совершенно новая турбочетвёрка N20 для версии 520i. Этот двигатель заменил мотор N52 на модели 528i – 2 литра, мощность 163, 184 и 245 лошадиных сил. Увеличить мощность мотора с помощью чип-тюнинга достаточно просто. Появление новых бензиновых турбомоторов смотивировало многих владельцев обратиться к услугам чип-тюнеров. Отметим, что раньше этим баловались только владельцы дизельных BMW. В 2013 году появился мотор N20 объёмом 1.6. Он также скрывается под обозначением 520i, но выдаёт 170 и 184 лошадиных силы. Что можно сказать про двигатель N20? Это довольно надёжный мотор. Непосредственный впрыск получил вполне надёжные форсунки, которые относительно недороги. ТНВД живучий. ValveTronic 3-го поколения надёжен. Турбокомпрессор тоже ходит неплохо, но со временем может зазвенеть его перепускная заслонка. Причина – износ втулки заслонки. Также вместе со звоном могут появиться ошибки по недостаточному наддуву. Из особенностей недешёвый термостат служит удивительно недолго. А вот электрическая помпа надёжнее, чем на шестёрках. Цепь ГРМ надо превентивно менять каждые 100 тысяч километров, хотя на ранних моторах цепь едва ли выхаживала 70 тысяч километров. Обновлённая цепь ходит примерно 150 тысяч километров, но её второпластовые направляющие имеют склонность растрескиваться и разрушаться, что влечёт за собой серьёзные повреждения двигателя. Добавим, что сюрпризом двигателя N20 стала, как считается, низкокачественная цепь привода маслонасоса. Она быстро изнашивалась и начинала гудеть. На ранних моторах уже при пробеге в 120 тысяч километров цепь обрывалась. При обрыве цепь наматывается на коленвал и приносит мотору смертельные увечья. Также за мотором N20 есть грешок – проворачивание шатунных вкладышей. Это действительно происходило на ранних моторах на фоне рекомендуемого сервисного интервала замены масла раз в 20 тысяч. Это очень много. При замене масла на этом моторе раз в 7-10 тысяч эти двигатели без износа ходят 300 тысяч километров. Также провернуть вкладыши может неправильно чипованный двигатель. Вообще, при замене цепи ГРМ рекомендуется проводить большое ТО. Стоит заменить цепь маслонасоса, а также вышеупомянутые прокладки. Но будьте готовы выложить за это ТО в районе полутора тысяч долларов. Следующий двигатель для модели F10 – это печально известный N53. Это последняя рядная бензиновая атмосферная шестёрка BMW, оснащённая непосредственным впрыском. Этот мотор был доступен для F10 только на европейских рынках с 2010 по 2013 год. В отличие от мотора N52, N53 был не склонен к жору масла и не оборудован системой ValveTronic. Именно непосредственный впрыск топлива подвёл этот двигатель. ТНВД и форсунки оказались сырыми. Их неоднократно улучшали. Из-за неправильного распыления, а также откровенного заливания топливом цилиндров эти двигатели плохо работали, масло смешивалось с топливом, а также некоторые моторы погибли от гидроудара. Также проблемы с топливной смесью ускоряли износ катушек зажигания. Вообще на сегодняшний день все выжившие моторы N53 должны быть оснащены топливной системой последней ревизии. Свежие форсунки и ТНВД ходят порядка двухсот тысяч километров, так что мотор N53 не так кошмарен, как его ранние версии. Совершенно новый турбомотор N55 был доступен с самого начала выпуска F10 и до его окончания в конце 2017 года. Этот двигатель ставили на версию 535i, а также на Active Hybrid 5. Это неплохой двигатель. Да, потеет маслом, на фоне этого появляются подсосы воздуха. Да, он может зазвенеть перепускной заслонкой турбокомпрессора. Да, иногда приходится менять оба сальника коленвала. Но зато ТНВД и форсунки имеют приличную надёжность, но их можно прикончить некачественным топливом. Топливные форсунки для двигателей N55 и N20 стоят по 220 долларов за штуку за оригинал. А вот форсунки от Bosch, то есть полная копия, можно купить за 90 долларов. То есть замена форсунок на двигателях N20 и N55 не оставит владельца F10 без штанов. Цепь ГРМ служит порядка 200 тысяч километров. Столько же служит фторопластовый направляющий короб. Подсосы воздуха возможны по впускному патрубку, в котором трескаются трубки подводок газов из ВКГ. У очень активных водителей, которые несвоевременно обслуживают авто, возможны задиры вкладышей коленвала, а также задиры шеек выпускного распредвала. Битурбированный V8 N63 с аллюсиловым покрытием – это не лучший выбор. Да, F10 достался N63 многократно доработанный, и он вряд ли огорчит владельцам проворачиванием вкладышей и задирами в цилиндрах. Но этот двигатель по-прежнему будет поджаривать себя катализаторами, которые установлены в развале блока. Из-за этого в первую очередь страдает моторное масло, поэтому замена его каждые 7000 км – это жизненная необходимость. Также с завода двигатель N63 расходует масло, может погибнуть из-за разрушения направляющих цепей, фрагменты которых забьют маслозаборник. Цепи ГРМ не вечны и едва ли выхаживают 200 000 км. Также турбокомпрессор может зазвенеть перепускной заслонкой. Ну а сейчас мы отправляемся на СТО, где расскажем об остальных особенностях F10. Помните, что в «АвтоСтронге» есть подразделение «МотоСтронг». Наши коллеги сами привозят мотоциклы из Европы и продают по очень сладким ценам. Обязательно подпишитесь на их инстаграм, ссылочки будут в описании. Там представлено всё наличие, и вы никогда не пропустите новых поступлений. Мы с вами снова посещаем одну из станций самой крупной сети СТО на территории Беларуси – «Солид Автосервис». Сегодня это современно оборудованная станция «Даста», город Минск. Обязательно подписывайтесь на страницу самой сети в Инстаграм и автоцентра «Даста» и следите за их предложениями. Все ссылки и подробности в описании. Итак, открываем капот. Если у сервисмена есть неизгладимые травмы головы, значит он что-то делал под капотом F10. У F10 активные замки. Они подбрасывают капот в случае наезда на пешехода. Эти замки иногда выбрасывают ошибку и требуют обслуживания либо замены. Если система вентиляции начала дуть только горячим воздухом, то тогда надо почитать ошибки и взглянуть на клапаны печки, которые находятся возле левого переднего стакана. Клапаны стоят $150 и легко меняются. Если клапаны исправны, но из-под них сочится антифриз, то можно обойтись заменой неоригинальных уплотнительных прокладок. В кузове «пятёрки» алюминиевый сплав используется гораздо шире, чем на предшественнице и технологично сочетается со сталью. Например, передние лонжероны стальные, и они технологично соединены с алюминиевыми легкосплавными стаканами и брызговиками. При восстановлении кузова после серьёзного фронтального удара крайне сложно вернуть былую геометрию и штатные соединения алюминиевых и стальных деталей. А вот если передок F10 не подвергался деформации, то надо следить за герметизирующим слоем на стыке стали и алюминия. Если он будет нарушен, то будет развиваться практически необратимая электрохимическая коррозия. «Пятёрка» F10 не страдает от попадания воды в салон, но надо следить за чистотой водостоков, которые находятся под лобовым стеклом. F10 унаследовала от предшественницы фирменную шумо- и гидроизоляцию. Отформованная карта крепится по всему периметру изнутри двери и приклеивается бутиловым шнуром. Со временем бутиловый шнур отклеивается в нижней точке, после чего стекающая вода изнутри двери попадает наружу не через дренаж, а через отверстие между стальным каркасом двери и дверной картой. То есть после мойки и сильного дождя немало воды стекает под ноги задних пассажиров. Также из-за этой проблемы вода попадает на нижнюю часть дверных карт, и дверные карты плесневеют. В общем, при появлении такой проблемы нужно просто проклеить гидроизоляцию дверей новым бутиловым шнуром. И не забыть сделать это качественно, если проводились какие-то работы по снятию штатной гидроизоляции. Передняя оптика BMW F10 является отличным индикатором пробега автомобиля. Плафоны фар мутнеют пропорционально времени воздействия без каструя с дороги. А вот трещинки на пластике – это плохая фирменная черта фар BMW. Хуже всего, что из-за этих трещинок нарушается герметичность фар, которая угрожает их работоспособности. Кстати, фары на рестайлинговых автомобилях не так подвержены появлению трещин, а помутнение с фар можно просто убрать полировкой. BMW F10 дебютировала с восьмиступенчатыми AKP ZF 8HP45 и 8HP70, а после 2015 года на нее установили AKP 8HP50 и 8HP75. Это хорошие и тонко настроенные коробки, которые способны очень быстро и очень плавно переключать передачи. Врожденная скорострельность и агрессивная езда негативно влияют на срок службы коробки. У младших 8HP45-50 даже разваливаются планетарные редукторы, а 8HP70-75 будут надежнее. Ресурс при не слишком бережной эксплуатации 150 и 250 тысяч соответственно. Эти трансмиссии нуждаются в замене АТФ каждые 60 тысяч километров, а также нуждаются в контроле герметичности пластикового поддона. При покупке сохранившийся ресурс можно увидеть диагностическим сканером, время срабатывания фрикционов, значение давления, а также параметры адаптации дадут полную картину «О здоровье АКПП». Ну а теперь давайте поднимем машину и посмотрим, что там интересного внизу. Полноприводные «пятёрки» оснащаются раздаточными коробками ATC350 или ATC35L. Это неплохие раздаточные коробки, но нуждаются в замене масла в них. Но для этого раздаточную коробку надо снимать, потому что сливного отверстия в ней не предусмотрено. Слить масло можно через заливное отверстие, а также высадить его с помощью шприца. Если владелец не меняет масла или не устраняет его течи, то тогда маслонасос не может создавать нужное давление для сжатия фрикционов, которые подключают передний мост. В этом случае машина при ускорении либо замедлении будет дергаться, а это говорит о том, что фрикционы пробуксовывают и сгорают. Если при отключении электрического разъема, тогда машина становится заднеприводной, толчки и дергания прекращаются, то, значит, проблема, скорее всего, точно в раздатке. Фрикционы ускоренно изнашиваются. Если владелец сдаёт угла на машине, долго буксует, либо же установил шины неправильного размера. В раздатке может выйти из строя блок сервопривода, он же модуль продольного крутящего момента. Если он выйдет из строя, то машина с полностью повёрнутыми колёсами будет трогаться с трудом под скрип шин. В этом случае модуль надо поменять на новый. Цена 600 долларов плюс заработка по установке и адаптации. Добавим, что в полноприводных F10 ограниченный ресурс имеет передний карданный вал и шрусы передних полуосей. Передний карданный вал по оригиналу стоит 1800 долларов, заменителей нет. Зато полуоси стоят по оригиналу 1000 долларов, есть заменители по 300 долларов, а также есть неоригинальные трипоиды. В редких случаях могут износиться шлицы заднего фланца под карданный вал. Тогда привод на заднюю ось практически пропадает, потому что кардан не вращается, либо же вращается с сильным проскальзыванием. Также замечено, что на полноприводных F10 меньше ресурс карданчика рулевого вала. Задний редуктор F10 нередко потеет по всем его сальникам. Не стоит затягивать заменой его уплотнений. Задний редуктор крепится к подрамнику через два сайлентблока. Задний сайлентблок побольше, но он служит всего лишь 50-80 тысяч километров. Если он изнашивается и растрескивается, то появляется подвижность редуктора, что очень пагубно влияет на ресурс задней эластичной муфты карданного вала. Сайлентблок стоит всего лишь 30 долларов. Меняется не быстро, но это продлит жизнь эластичной муфти, которая стоит 150 долларов. Ресурс подвески F10 стал еще лучше. Эта «пятерка» разделила платформу с «семеркой», поэтому передние колеса подвешены на двойных поперечных рычагах. До замены сайлентблока первые машины выхаживали по 150 тысяч километров. Но если автомобиль эксплуатируется больше по ямам, чем по ровному асфальту, то, скорее всего, ресурс сократится вдвое. Спереди сайлентблоков отдельно детализируется только гидроопора передней косой тяги и шаровая опора задней тяги. В задней интегральной подвеске отдельно доступен по оригиналу задний плавающий сайлентблок. Вообще неоригинальные производители закрывают много позиций по сайлентблокам для замены отдельно в рычагах. Опционально F10 оснащалась активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Помимо распиленных стабилизаторов, оснащённых электромоторами, в этой системе ещё есть гидравлическая система с расширительным бачком и насосом. В эту систему заправляется гидравлическая жидкость CHF11S, такая же, как в гидроусилителе. Пока серьёзных нареканий в этой системе не выявлено, но для профилактики надо один раз в 2-3 года менять гидравлическую жидкость на новую, прокачивая её, удаляя пузыри воздуха. Ещё одна опциональная фишка BMW F10 – активное интегральное рулевое управление HSR. Проще говоря, механизм поворота задних колёс. При наличии этой системы задние развальные рычаги крепятся не к подрамнику, а к исполнительному механизму, который синхронно перемещает рычаги в поперечном направлении. Таким образом задние колёса BMW F10 поворачиваются под углом 3 градуса. При наличии подруливающей задней подвески эти рычаги будут крепиться на сервопривод, который находится сзади подрамника. В исполнительном механизме может возникнуть радиальный люфт вала, который сопровождается характерным звуком. Также могут треснуть либо пострадать от влаги датчики положения винтового вала. А так как система HSR не особо распространена, то и устранять люфт надо творчески, а датчики положения отдельно не продаются. Полноценной пневмоподвески у F10 не было, зато на неё устанавливали электронно управляемые амортизаторы Saks. Они существуют только в оригинале и стоят каждый по 600 долларов, выхаживают примерно по 120 тысяч километров. А пневмопружины на универсалах F11 выхаживают примерно 150 тысяч километров. Стоят по 330 долларов. Полноприводные BMW F10 с шестью и восьмию цилиндровыми моторами оснащались гидравлическими рулевыми рейками. Все остальные – электрическими. Оба варианта ресурсные, но проблемы у них разные. Гидравлическая рейка, помимо износа самой рейки, может потребовать замены гидравлических шлангов и насоса. Электрическая рейка более привередлива. Она может выйти из строя из-за попадания влаги в датчик крутящего момента, а также из-за обрыва приводного ремня. Также датчики в рулевой рейке могут выйти из строя из-за вибраций электроинструмента при откручивании гаек и болтов в передней подвеске. На F10 электрические рейки неоднократно улучшались. Чем свежее машина, тем надежнее этот узел. В нашем случае машине 6 лет, 200 тысяч километров пробега, ничего не течет и минимум ржавчины. А сейчас мы покажем машину специалисту. Мастер-истор Георгий продиагностировал этот автомобиль. Ну что, Георгий, жгите. Значит, по данному автомобилю мы нашли следующие неисправности. Это неисправность левой полосы. У нас люфт и внутренняя, и наружная граната. Есть люфт в правой полосе. Есть небольшие погрешности уже в саленблоках передних рычагов. Также течет прокладка клапанной крышки. И, скорее всего, это неисправность ввиду либо некачественной работы, либо некачественной запчасти, поскольку клиент до этого поднимал клапанную крышку, чтобы проверить цепи. И это было 4 месяца назад. Поэтому нужно опять это все делать, вскрывать и проверять, что там делано. Спасибо. Ну и что можно сказать в конце. Инженеры компании BMW поработали над ошибками. Но это не значит, что BMW F10 стала дешевой в обслуживании и избавилась от всех проблем. Как мы говорили в начале, нужно посещать специализированные СТО, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом в будущем. И очень важно знать всю эту информацию, которую мы сегодня вам с удовольствием предоставили. Чтобы мы выпускали вот такие обзоры, нам нужна ваша поддержка. Поэтому подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями и обязательно нажмите колокольчик. Помните, поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».